Выдвинулся на рыбалку. Анишка говорит, езжай в тайгу, пора сидеть дома. Езжай, говорит, и без рыбы не возвращайся. Собрал пожитки, еду. Скоро буду на месте. Чем воняет так? Чем воняет? С цеплением. Выгрузили меня в тайге. Сказали, ну все, езжай. Езжай. Первый раз в этом году надо съездить на рыбалку. Поехали. Сейчас выгружусь. Вот такую мы волокушу собрали. Полную. Я взял с собой с запасом 90 литров бензина плюс бак. У меня на 45, по-моему, или на 46. Не помню, сколько у меня в снегоходе. Так до сих пор и не выяснил. Ну, с собой 90. Палатка, жерлицы, спальники, жирцы. В общем, питание на 5-6 дней. То есть, вот эта вот волокуша весом, наверное, больше 200 килограмм. Доехал я до избушечки. Ох, поцелеку, как я пропахал. Тяжко, но уверенно. Значит, приехал я, вижу такую картину. Вечушка-то наша разлилась совсем. По-саму я не хочу разлилась. Вода вышла прямо аж сюда, близко к берегу, близко к избе. Вот это да. Все понял. Ну, вот у меня уже и дымок пошел. Сейчас прогрею избушку. Пойду за снегоходом. А ты его там оставил? Ну, мало ли что здесь. Докуда здесь налить? То сейчас приеду, прилипну и все. И дальше не с места. Я один, друзья. Проехал я 40 километров по бескрайней тайге. Мокрый весь, вспотел. Но снега немного, спасибо. Всего вот буквально тут 30-40 сантиметров. Это вот в прошлом году было снега тут ого-го. Тут я бы не рискнул на своем экспедишене. Такой-то у меня снегоход. Весь заснеженный. У-ху-ху! Красавчик, молодец. Вытянул. Ну, все, сейчас доразгружаю. Потом горячую очейку попить надо. Надо сейчас аппаратуру, электронику достать все. Живчики, слава богу, все доехали. Но очень голодные. Кислорода не хватает. Их там мало. Вот, поэтому запускаем наш клеератор. Они у меня все заряжены. У-ху-ху-ху-ху! Кислород пошел. Моих живчев отлично. Значит, будет все жить. Ну, печка у нас полыхает. Полыхает. Кресло свое притащил. У-ху-ху-ху! Кресло буду сидеть. Продукты. Первым делом продукты, чтобы не замерзли. Ух! Времени пройдет. Времени пройдет. Вот так у меня уже куда доехал. Доехал. Фух! Ну вот, не успел приехать. А у нас уже проблема. Сломалась. О! Дверца. Ухо. Надо срочно ухо поменять. Ой. Надо ухо поменять. Времени пройдет. 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 Продолжение следует... Так, приехали, печку растопили, уже тепло, надо что-нибудь срочно перекусить по-быстрому. Прям вот ничего не хочу, весь мокрый, вспотел, пока доехал, надо колбаски погрымзить. Так, еще у нас ЧП случилось, труба забилась, я сейчас прочистил, вам уже не стал показывать, завтра еще прочищу. Это нужно залезть на крышу, взять специальное приспособление, засунуть в трубу пару раз, подвигать, и будет нам счастье. Пьем чаек с чаги, конский щавель и пару пакетиков обычного черного чая. Завтра у нас будут сборы, надо будет до озера протоптать дорогу сначала на снегоходе. Первый кусок бутерброда за целый день. Ноги трясутся, коленки от того, что пришлось плыть. Вот наступило утро, пора ехать на рыбалку. Попробуем с снегоходом. Солнышко встает, подогревает. Так, мы доехали, доехали мы до озера. Видно, что озеро усыпано полностью снегом. Сейчас перчатку одену. Полностью снегом предлагаю пройтись. Вот такой целяк. Везде кругом. Ничего, нормально проехал, пронесся, можно сказать. Пролетел там через болото, пришлось плыть. Пойдемте, пройдемся сначала до озера. Посмотрим, если там налить. Так, выходим на озеро. Представляю, сколько здесь снега. Вот такое. Полностью заметено. Полностью-полностью. Посмотрим, что у нас тут в фонолиде. Нормально так заехал. Нормально подкатался. Дорогу протопчу снегоходом. Достаем шнек. Достаем шнек, прежде всего. Рукоять. Рукоять. Все это монтируем. Вставляем аккумулятор. Погнали. Бурится. Посмотрим, что у нас она зимой покажет. Фух. Как жарко. Жесть. Тихо, спокойно. Налить где-то. Налить где-то. Все, как Василий любит. Луночку оттопчи. Чтобы быстрее обмерзла вокруг лунки. И налить меньше будет выступать. Она, грубо говоря, в этой шапке не застынет. Но это мои наблюдения. Зря тоненькую шапочку не взял. Эта шапка теплая. Не очень жарко. Так. Сначала мы почистим лунку. Где наши жерлички. Желательно с флагом. Ну и запускаем. Посадим. Посмотрим, насколько здесь голодная щука. Опа. Приближаемся к жерлице, на которой у нас вторая. Ну, давайте. Глядеть. Самому любопытно. Есть что-то. Али нет никого. Есть кто-то. Али нет никого. Смотрю на катушку. Катушка размотана. Катушка размотана полностью. Опа. Есть. Есть. Такая хорошая, уверенная идет. Ух ты. Вот это да. Вот это да. Хорошая, друзья, идет. Как она борется. И вот она. Первая щучка. 2023. Такая. Вот и ж мои прелести. Мои щучки. 2023. Такая полторушечка. Ну, очень приятно. Первая. На первый лед была. Ох какая. Ну, посмотрим. Еще не день. Еще не вечер. Посмотрим. Аж пришлось шапку снять. Сейчас посидим здесь. Снежок пошел. И щучка активизировалась. Потому что с утра что-то было как-то скучно. Сейчас достанем из нее из пасти крючок. Ибо я туда пасть не полезу новыми перчатками. Где тут мои? Наша первая щучка. Таежная. Так. Что у нее по зубам? По зубам у нее все отлично. Вот с почином. Как говорится, с почином. Хорошо. Аж стало как-то приятно. На душе. Утренняя картина. Опа. Третий встал только что. Так. Было два флажка. Пока суетился. Вот рыба шевельнулась. Снегоходом понашумел. Так. Ну что. Давайте будем проверяться. Ловить рыбу. Погнали. Так. Первый стоит. Размотано полностью. Есть. Есть такая хорошенькая. О-хо-хо. Друзья. Не пойму. Но здесь что-то такое необъятное. Что-то здесь такое необъятное. Такая хорошая трешечка. Ух. Утренний. Первый флажочек. И первая трешечка. Ты же моя прелесть. Отлично. Первая есть. Первая есть. Это хорошо. Сейчас еще два. Проверим. Ну вот. Отговорили. Тут рыбы нету. Рыбы нету. Вон какая аппетитная. Такая. Жирненькая. О-хо-хо. Надо лучше чуть-чуть. Следующая у нас кобылка не пройдет. Хороша. Хороша чертовка. Так. Ну что. Процедура легкого успокоения ее. Судя по всему, заглотила глубоко. А лазить где-то там. Где дороже. Значит, ходит. Значит, никуда я не поеду. Буду на этом озере. Здесь оставил хорошего, живого, большого живца. Вот. Хороший, большой, живой живец. И пришла хорошая тетя крокодила. Что? Давайте сегодня сделаем здесь бутерброд. Нет. Нет. Здесь не будем. На следующий сделаем. Здесь, я знаю, всегда хорошо клюет. И бывают чертовски хорошие щуки. Вот так вот. Опускаем. Сейчас утро. У нее начинается жор. Пока мы тут туда-сюда проедем. Может, где-нибудь еще поднимет. Тоже обратил внимание. Прилип в флажок. И не заметил. Он просто не поднимается. Далеко. Плохо видно. Сейчас мы посмотрим, кто тут размотал. Он нам ее оторвал, друзья. Нету катушки. Нету лески. Вот так вот. Вот такой вот здесь прошелся. А вы говорите. Бам-бам. Пошел за жерлицей. Какая у нас раскладина. Ту жерлицу, которая только что оторвала, я поставил новую. Вот сделал круг. Смотрю, она опять сработала. Так. Ну, здесь я уже в этот раз поставил что-то посерьезнее. Давайте посмотрим. Надо здесь это место оббуривать. Оббуривать надо. Что-то тут такое. Ходит. Что-то ходит здесь. Лишь бы только не окунь. Потому что жерстов я сюда цепляю в хороших, серьезных. Но и не растянуло. Походу, никого напугалось. Пролетала мимо. Хорошего жутца мне чуть не уничтожило. Ну, вот у нас еще стоит одна жиличка. Но как-то подозрительно стоять-стоит. А тут борода. То есть не на пенуке. Может быть и холостая. Да? Холостая. Так, кто у нас тут серьезный крокодил хочет, чтобы хорошая щука поймалась. Так, вот прям тут совсем под крокодила. А есть чуть-чуть помельче. Бульк. И отправляем на рыбалочку жильчика. Так, ну что? Мы проверили жерлицы. Там, где были сработки. Сейчас начнется чисто рутинная работа. Проверка, чистка, замена жильца, если требуется. Ну, то есть в принципе это такое трудоемкий труд. Вот, надо туда еще пройти. Раз, два, три. И там посмотрим. туши камеру. Мы там с вами щуп других ловили. Здесь, смотрю, Петрович стал. Так. Ну, Петрович надо посмотреть аккуратно. Здесь тоже промерзает. А, ну так, промерзло, но не очень. То есть, плюс Петровича, то, что толщина льда у нас буквально 0,5 0,5 То бишь, если он встанет. Ну, что? Пробуем. Есть. Есть. Есть щучка. Такая небольшая. Опа, стало. Стало поперек, друзья. Ох, ох, ох. Не хочет идти. Крючочек. Твою мать. Тихо. Вот, друзья, здесь что-то такое серьезное. Поперек стал. Еще одна крокодилица. Еще одна трешечка. Еще одна трешечка. Отлично. Мои, красавица. Крещенский мороз. Ух, хороша. Еще одна трешечка. Ну, вот. Петрович вытащил, выдержал трешку. Посмотрим, что он выдержит еще у нас. Ах, какая хороша. Потащила хорошо. Вот только ради такого адреналина их стоит ехать в дальние края. Ради таких экземпляров. Разве такой темненькой, вкусненькой щучки. А то мне звонят мужики. Говорят, мы 40 штук поймали. Я говорю, размер скажите, пожалуйста. Ну, килограмм, полтора, полкило. Ну, двушка самая большая. Я говорю, спасибо. Мне такая рыбалка неинтересна. А мы охотники, охотники за хорошими. Сначала мы сюда приехали осенью. Узнали, где, в каком месте хорошая клюет. А после этого приехали на первый лед. И теперь уже на зимнюю серьезную рыбалочку. Так. Ну что, щука добрая. Я бы так сказал, вкусная. Давайте ее усыпим. чтобы застать крючок. Так. И поедем туда, на дальний кордон, где должны быть хорошие, зачетные мамки. Так. Ну что, раз охотятся здоровые, ух, какой экземпляр. Погнали выставляться так. И получается, из четырех жерлиц две поймали. 50 на 50. Ну, извините, поймали, так поймали. Это как шесть штук рыбаков, тех, которые мне тут хвастались. Ну ладно. Не будем зазнаваться. Нехорошее это дело зазнаваться. Так, выставляем. Раз, два, три. Так, сделаем. Ставим жерличку. Ужирлица. Ну, конечно, они такие нежные. Совсем ее прям боишься лишний раз потревожить. Так, отпускаем жерчика на свободу. Она прям вся такая нежная-нежная. Вроде бы с виду крепкий материал. На самом деле, мне кажется, все очень прозаично. так вторая щука. О, так это покрупнее. Друзья, благодатная рыбалка на Крещенские морозы. Смотрите, я только прошел, прочистил, там у меня стал Петрович и вон стал жерлица. И вот хоть разорвись, куда бежать. Наверное, пойдем сначала туда, назад, а потом сюда вперед проедем. Погнали. Вперед! Дошли. Размотало полностью. Сейчас мы посмотрим, кто здесь. Есть, есть, небольшая ежка. Окунь. Окунь, друзья. Вот он хитрец. Окунек. Ну ты проглот, братец. Я тут только что хорошего жутца нацепил. Вот он какой. Так что даже окунь берет. Так. Это мы мотаем сюда. Поставишь маленького, будет окунь сбивать все время. Поставишь большого, окунь большой будет сбивать. есть. Вот. И по окуням уже прошлись. Поехали, там у нас тоже живите. Размотано полностью. Размотано полностью. Друзья, вот я чувствую вообще тяжелая. Если знаете, бывает чуть-чуть. а это это кобыла. Вот это кобыла. О! Я не знаю, зайдет она. Она в лунку не заходит. Только не сорвись. Только не сорвись. Какое напряжение. Она вообще не заходит в лунку. Она поперек становится и все. На морду не хочет. Толщина льда. Да что такое? Ёж кобыла. Друзья, вот это друзья. Вот это 19-23 год. Вы чувствовали, как она я чувствовал всем телом, как она боролась. Как она не хотела заходить в лунку. Да это же почти такая же девятка, как в тот раз. Ё-моё! А какая пасть! Фух! Вот это отдай мои пальцы. Вот это вот это трофей! Вот это трофей! Трофеище! радости-то сколько! Мать божья курочка рява! Вот она на пятую жерлицу пришла. Вот это щучка. Перчатка, тихо! Не порви мне перчатки. Вот это щучка! Я очень доволен. Я вот таких люблю ловить. трофеи люблю такие ловить. блин это просто как она меня напугала. Я думал не вылезет. Я думал не вылезет. Фух! Я думал не вылезет. скажу что это поболее чем в тот раз когда я поймал. Фух! Подержалась то елки палки! Едва едва какой нибудь резкий порыв. Смотрите друзья давайте смотри как она держалась. вот она просто маленьким кончиком крючочка то есть любое резкое движение такое дерг и все и я ее считай не видел. Там ври мужикам не ври какую я ее поймал какого она размера была все равно же не поверю а вот доказательства блин а я говорил флажок стоял но сначала я пошел петровича проверил сам поймал окуня а потом вернулся сюда что она тут держалась это даже не пойму как вовнутрь губы да это хитрые щуки они абы как не берут хорошо не берут ну конечно бывает вот это красотка я сейчас сбегаю у меня есть весы весы оказывается у меня в избушке другом сумочке да мать боже вот это ну вот можно сказать щука 2023 трофеи мною пойман раз два три таня и жители на свой сапсот сами колбасика сейчас слишком хо-хо-хо да отменно щука просто отменно это вам не килограмм ушки таскать отметить можно как сказать маленькую победу победу ну во-первых над своим трофеем это раз потому что точно такой же трофей как я вытянул на первый лед на первый лед чай у нас сегодня как вы уже догадались из чаги и несколько пакетиков чая ну немножко лимона люблю когда подкислит так что не грех и выпить такого чайку с крещением господним вас ну и с благодатной рыбалкой это благодатная рыбалка сейчас поедем на дальний кордон точнее на ту сторону озера я боюсь туда ездить там видно прям родники сочатся чтобы не провалиться не рюхнуть по самой не хочу вместе со снегоходом как бы это не интересно вон тоже там вон родник вон родник живуны идут тут сплошные живуны родники но здесь толщина льда где-то сантиметров 40-50 почему-то здесь озеро не промерзает как следует а там вообще 30 сантиметров после таких морозов хотя в городе говорят там вообще даже 85 сантиметров лед ну можно сказать свою рыбалку я выполнил блин я ее оттуда она не идет она не лезет просто если бы не крючок я не знаю она бы могла просто бы чуть-чуть натянуть там бы крючок оборвался бы и все вот вот с помощью крючка я чуть-чуть в лунку направил а тут уже блин как-то короче каждый раз всегда что-то как-то по-особенному там где у нас на дальнем кордоне где я очень хотел чтобы стала жерлица и вот он результат вот он результат сейчас мы посмотрим что поймался или нет пустимонок на мастер есть есть такое боли сошла слабенько потек но и было небольшая но была ладно ничего страшного значит здесь тоже ходят щучки пока мы тут сами чаепили у нас опять же лица сработала рядом идем рыбачить идем рыбачить она так тихенько взяла а я тут сижу мультики на телефоне смотрю мне тут оказывается жирничка встала полная размоточкой размотала есть такое что-то вот такое дергающиеся ой господи ой да тихо ты да тихо ты ты смотри какая прыткая чем ты недовольна тем что я тебя поймал и тем что намотала мне тут вот такая вот этот килограмм ушки которая любят ловить на соседнем озере живец выплюнулся надеюсь он еще живой он был ей не по силу но она решила его все таки схватить где мои ножницы по ходу давление раскроище столько схватила моего большого живца соседние не пойму что-то соседние такое ощущение как будто лужок встал и не отлипает подорвался лип что ли точно прилип причем тоже размотала полная ахар уже полная размотала не пойму то ли бед идиот батенька окунь идет ай ты ж бог ты мой да что же вы такие все нервные то такой нервозные ну вот получается два две жирлицы стали подряд а я их не и не гугу а я их не гугу так что и окунь и щучка но у нас так петрович с ума сходит так дергает что прям вообще будто сейчас друзья то очередная кобыла очередная кобыла тихонечко опять в лунку не заходит а страшно то так ешкин кот давай в луночку зайди пожалуйста только не оборви не заходит пошла 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 родимая вытащил красавица да ты ж моя прелесть еще одну вытащил чуть-чуть поменьше где-то килограмм шесть но и там у нас еще один петрович стоит блин сердце захватится я думал ворвется давайте я оглушим потому что я впасть не полезу это что-то это просто трофеи крещенские морозы да там слегонца в пасте сидит одно неправильное движение зубы то у нее зубы у нее хорошие зубки то у нее хорошие чуть-чуть поменьше где-то килограмм 7 вот еще одна зачетная и вон там у нас жерлица стоит погнали туда если вы видели как ходуном ходила это жерлица я думал оторвет ну что петрович зарекомендовал себя в плане выдержал такие подергушки как у этой щучки ну вот можно сказать фишка себя показала еще один супер трофей но еще не вечер сейчас мы туда сбегаем тогда наверняка тоже с ума сходит подошла родимая подошла пойдемте туда что у нас там в этом месте я на первый лед поймал крупную ну и мелюшка по щучьему велению по нашему хотению такая же тяжелая тяжелая идет сопротивляется не хочет в луночку заходить ну нет чуть поменьше в разы поменьше двушечка двушечка вот такая вот двушечка ног шла такая прям уси-пуси так вот так вот там мотается уси-пуси прям шла завершение рыбацкого дня сегодня 19 крещенские морозы сегодня был благодатный рыбацкий улов девятка 7 с чем-то две трешки два с половиной полторашка и два окунечка было очень зачетно целый день бегала с ложка до жерлицы до жерлицы очень понравилась такая рыбалка я в принципе только такую предпочитаю но и чего и вам желаю всех с праздником и в новых сюжетах обязательно увидимся не забывайте подписаться ставить колокольчик и ждите новых наших серий и приключений в таежной рыбалке всех с праздником пока